Как же расставить столы на банкете? Сначала определяемся с окончательным вариантом списка приглашенных. Определяемся с местом проведения банкета, учитывая размер помещения для проведения торжества. Подумайте, как объединить отдельные компании, семейные пары, родных. Согласно этикету, лиц мужского и женского пола желательно чередовать. Особ предусмотрите специальные места для маленьких детей. Выделите им отдельный столик. Особых гостей вип-персон разместите поближе к виновникам торжества, оказав им тем самым знаки внимания. Постарайтесь разместить гостей так, чтобы виновников торжества могли видеть все приглашенные. Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что еще должно остаться место для танцев. Если на вашем банкете будет работать приглашенный тамада, то предусмотрите место и для развлекательной игровой программы. И, конечно же, не забудьте, что нужно оставить место для самих диджея и тамады. Ведь им придется работать и развлекать вас на протяжении всего вечера. И чтобы все было профессионально, они должны находиться в том же зале, что и гости. И всех без исключения гостей они должны видеть, чтобы контролировать весь процесс, происходящий в зале. А также не забудьте, что в зале будут стоять колонки. И, возможно, громкая музыка не всем гостям может понравиться. Поэтому, если позволяет помещение, сдвигайте столы чуть дальше от места работы диджея и колонок. Более пожилых гостей, а также детей, лучше всего разместить на противоположной стороне стола, подальше от громкой музыки и от колонок. Существует несколько планов расстановки столов на банкете. Традиционная схема. Славянская традиция предполагает расстановку столов одним большим длинным рядом. Рассадка гостей буквы «П» – один из самых популярных способов расстановки столов. Один из удобнейших вариантов размещения гостей – буквы «Т» или «Г». Во главе стола разместите виновников торжества и самых близких родственников. И если позволяет помещение и гостей перевалило за 50, чтобы удобно и комфортно всех разместить, соедините оба предыдущих варианта. Получится «Ш» – образное размещение столов. Можно разместить столы елочкой. Американский вариант. Столик «Молоды» размещается посередине банкетного помещения, чтобы виновники торжества были видны с любого гостевого места. Европейская схема расстановки. Отдельно стоящие круглые столы – модное веяние в отечественной свадебной индустрии. Столы на банкете можно расставить квадратом, прямоугольником, подковой или кругом. По желанию, можно расставить столы, как вам хочется, любой последовательности, в любом порядке. Каждый банкетный зал может вам предложить свой вариант расстановки столов, подходящий именно для их помещения. Но ваше мнение должно быть главным – выбор узнавания.